Добрый день, друзья! Кажется, нашлось интересное решение по загущению и приданию фактуры акриловым краскам. Для многих, как оказалось, это очень актуально. На рынке, конечно же, существуют загустители для акриловых красок, но у них есть целый ряд недостатков, одним из которых является достаточно высокая цена и не очень качественное загущение краски. По крайней мере, вот такого загущения, как показано сейчас, добиться ими не получается. Предложенный в этом видео способ максимально прост, надежен и недорог. Гель, который я показываю сейчас, не только придает любые фактуры акрилу, но и стоит совсем недорого, примерно в 6 раз дешевле акриловых красок. Соответственно, экономия вашей живописи может быть очень существенной. Так что, кому интересен акрил, рекомендую к просмотру. Добрый день, друзья! После моего недавнего выхода видео о текстурном масле поступило, что я не ожидал, очень много вопросов, можно ли придать объем акрилу акриловым краскам. Акрил, как вы знаете, достаточно такая расплывчатая среда, очень трудно придать какой-то объем. Многие, видимо, для многих это актуально. Я не работаю почти с акрилом. Так вот, какая мне идея пришла? Да, прежде всего, должен сказать, с акрилом не так все просто. Нельзя просто диоксид кремния, эросил добавить в краски, точнее в акриловый лак, придумать какую-то субстанцию, которая и удешевляет одновременно, ну, по аналогии с текстурным маслом, и удешевляет, и делает объем. Не так все просто. Просто с красками, когда смешиваешь, они, конечно, объем очень хорошо приобретают, тексотропность и так далее, но матовость появляется небольшая. А при добавлении, например, в тот же акриловый лак, даже в хороший, я пробовал смешивать с хорошим паркетным лаком, одним из самых лучших, трескается. Объем сразу появляется, но поскольку там максимум 40% сухого вещества акрилата, то добавление диоксида кремния, при испарении воды, ну, получается, вот я картиночку вставлю, вот такая вот история, что все трескается. Причем я добавлял, думал, сразу думал, делал в пластификаторах, добавлял очень разные, все, что смог достать, вплоть до депутилфталат, диоктилфталат, что там еще, что у нас, ну, такие бытовые, мед, глицерин, все равно пластификатор не спасает от растрескивания, поскольку уже, ну, мало сухого вещества. Какая мне пришла идея? Я попробовал, уже попробовал использовать вот такие клея. В этих клеях процент сухого вещества акрилата намного больше. Вот, например, даже в таком недорогом клее, вот ВГТ, мы на нем сейчас и будем работать, именно такой, лучше. Здесь плюс-минус 60 процентов. Точного состава нет, но я вычислил просто по объему сухого вещества, который остается, здесь плюс-минус 60 процентов. Есть клея более дорогие, вот такие, момент монтаж МВП-70, МВП-100, там, может быть, до 80, до 70 процентов. Они очень густые, вязкие, но они нам неудобные. Во-первых, они дорогие, во-вторых, просто неудобные в работе. Нам удобен будет вот такой недорогой клей, ну, вот, лучше гвоздей, ВГТ. Вот, я уже попробовал на микро-маленьких выкрасках. Вот он какой, прозрачный. Все это очень пластично, очень пластично, это хорошо, это очень хорошо, нам не нужно добавлять никаких пластификаторов. За нас производитель все сделал. Штука прозрачная, ну, почти прозрачная, без диоксида кремния. С диоксидом немножко все-таки, чуть-чуть такой вот белесый оттенок есть, но это в очень толстых слоях. Вот я фотографию потом вставлю. Вот, держится очень крепко, ну, на то он и клей. Вот здесь грунтованный картон. Держится очень крепко, очень пластичный, даже, возможно, избыточно пластичный. Он как вот такой силикон прочный, так что можно даже какие-то и спецдобавки добавлять там, типа, ну, я не знаю, сухие белила. Ну, соответственно, диоксид кремния, конечно же, для тексатропности. Мы сейчас это сделаем и советую попробовать. Я, может, попробую мраморную пудру, что угодно, мел, гипс, все, что есть, все, что можно, все, что нужно для задачи. Хоть там что-нибудь, какие-нибудь золотые блестки, я не знаю, кто как, в каких техниках работает. Кроме серебрянки нельзя алюминий добавлять в акрил, будет реакция, будет водород выделяться. Так вот, берем ВГТ, вот такие жидкие гвозди. Берем, у кого есть пистолет, у кого нет пистолета, может, можно вполне какой-нибудь палкой или молотком все это выдавить. Вот. Берем какую-нибудь емкость, можно на палитре это делать. Вот он какой, он беленький, по высыханию, все это у нас становится прозрачным. Так, я, наверное, все и выдавлю. Вот эта мягкость нам и на руку. Повторюсь, у дорогих клеев все это все намного сложнее делается. Я уже тут некоторые выкраски делал, пробовал. Так, берем диоксид кремния. Какой именно, вы можете посмотреть в ссылке. Вот так понемножку. Напоминаю, дышать вот этой пылью очень нежелательно. Если просыпали, убираем мокрой тряпкой, не пылесосом. Пылесос не задержит эту пыль, настолько она мелкая. Так вот, ссылка, какой именно порошок использую я сейчас, ищите в описании под видео. Их очень много, этих марок Аэросила. Каждая ведет себя по-разному. Каждая из них производится для спецзадач своих каких-то, включая, есть пищевые аэросилы, точнее, диоксиды кремния для загущения эпоксидной смолы и так далее, и так далее, разные. По экономике, вот пока мешаю, вам расскажу. Как я уже сказал, тюбик такого, не тюбик, но как это, шприц вот такой, трехсотграммовый, стоит плюс-минус 300 рублей. Краска. Вот такие краски уже не помню, вот это хорошие, вот это не очень хорошие. Будем брать среднюю что-то, мастер-класс, например, они сейчас, средняя медианная, там, ну, зависит от пигмента, тоже примерно 300 рублей, плюс-минус. В красном карандаше, я вчера смотрел, 46 миллилитров кубиков, точнее, получается один кубик, один кубический сантиметр краски примерно, вчера считал, уже не помню, можете посчитать, приблизительно 6 с небольшим рублей за кубик, за кубический сантиметр краски. Вот этот, вот это вещество, как разбавитель, один рубль примерно, это включая стоимость диоксида кремния, рубль, ну, пускай полтора. Соответственно, в 5-6 раз, в 5-6 раз дешевле, чем кубический сантиметр, чем краска. Понятно, что экономика выгоды есть, даже если двухкратная, а тут пятикратная или шестикратная. Почему именно вот с таким сравниваю? Есть намного дешевле краски, знаете, вот их много всяких там вистартистов, всяких в тюбиках таких веселых. Они, да, немножко подешевле, но в них мало пигмента. По сути, то на то и получается. Вот ты покупаешь краску, давишь ее, она особо не красит. Здесь я знаю, что капельку она красит, ну, один кубический сантиметр закрасит все вот эти вот 300 грамм. Они будут иметь уже свой оттенок. То есть здесь пигмента много. Вот, растворяется диоксид кремния, аэросил в средах очень хорошо, быстро, качественно, без комочков. Это коллоидная, так сказать, коллоидный раствор. Ну, в химию не будем вдаваться. Ну, эти коллоидные растворы, они хорошо растворяются и не опускаются, не при хранении. Они так и будет. Останется на все время именно в таком состоянии. Так. Пока можно вот так, но так она, конечно, высохнет. Нужно более что-то герметичное придумать. Вот, я попробую завернуть это пока что в пищевую пленку. Вот у меня там под столом целый рулон. Очень удобно и вам советую такое что-нибудь сделать в мастерской. Ну вот. Вполне себе даже армированный, получился армированный скотчем. Назовем это фунтик. Или колбаска. Делаем дырочку. Так. Вот у нас наш состав. Вот его пастозность. Понимаете, здесь сравнивать с краской намного лучше. Мягкий, повторюсь, как какой-то мягенький сливочный сыр. Так. Сейчас мы его замерим в чистом виде. На высоту и на усадку. И на трещины, точнее. Так. Ну и что-нибудь краски. Вот могу просто померить. Вот видите, что представляет из себя акрил. То есть это какое-то такое вот очень мягкое. А это хороший акрил. Вот это хороший акрил. Да, по сути, плохой акрил. Он такой же. Едва держится на вертикалях. Так. Вот здесь примерно ну сколько? Наверное, процентов пять. Один вот к этой кучке. Давайте я последовательно сделаю сначала пять, потом процентов двадцать, а потом еще больше. Что это у нас будет? Белесость это проходить, конечно, будет по высыханию. Пока это нужно иметь в виду. можно добавить белого белого акрила. Да, по поводу добавок. Конечно, никто не раскрывает, какие добавки из производителей таких клеев. Да, собственно, и вот здесь вам никто не скажет состав. Никто его не скажет. Да, белесость это пройдет. Вот как здесь я делал недавно. Она была мутная. Это кобальт, по-моему, или что-то зеленое. А, у кисть хрома, скорее всего, тоже акрил. По высыхании становится абсолютно таким же, как и задумано. Так вот, по добавкам никто нам не скажет, что здесь. Вот. Но добавки такие же, модифицирующие обычно. Это, как правило, пластификатор, что в клеях. Ну, я имею в виду, если вот такой клей сравнивать и вот такую вот краску. Это, в основном, это пластификатор. Это антисептик, чтобы не испортилось. Какие-то еще несущественные модифицирующие добавки. Да и все. Акриловые клея вот такого плана, они считаются слабо желтеющими по сравнению, ну, то есть не желтеющими по сравнению с другими видами клеев. Так что, я к тому, что вот такой строительный клей, он, по сути, ничем не отличается от того состава, что есть вот в этих. То же самое. Ну, плюс художественный пигмент. Художественный или нехудожественный. Так, вот здесь, видите или нет, около уже, а, так, волосинка, неважно, около процентов, да, 20 к объему. Вот уже, кстати, и цвет не меняет. То есть, оно, что было оранжевое, то и стало оранжевое. То есть, 20 процентов, это, как я и на масле заметил, это вполне себе рабочий состав. То есть, что к текстурному маслу 20 процентов художественной краски добавляем. очень хорошо очень хорошо работать хорошо. Она вроде и прозрачная, но в то же время и кровящая сила еще такая хорошая сохраняется. Но я уже не говорю о экономии дорогого пигмента. вот, текстурно, тексатропность имеется. Ну, вот можно я повторюсь, вот я, наверное, маловато все-таки добавил акрил, диоксидокремния, можно чуть больше, тогда, конечно, будет это все стоять прям столбиком. Так, вот какая-то щетинка у меня совсем мне не нужная. Щетинка справляется идеально. Мягкая кисть будет, конечно, чуть более вязкой работа, но при минимальном разбавлении все это будет, конечно же. Вот он, очень сильно разбавленный, в тонких слоях вот так себя ведет. Это жесткая кисть, мягкая кисть будет, конечно же, полосочек не оставлять, вы знаете, конечно. Так, вот пускай будет 20%. Ну, вот сюда я добавлю. Так, вон 20%. Еще добавлю еще, просто сравнить, что будет по пластичности. Так. вот здесь, как я считаю, примерно один к одному вот в этих смесях краска и наш клей, наш текстурный акрил, так скажем. Или фактурный акрил. да, мягкая. Вот, нужно было немножко больше все-таки добавить. А я сейчас это и сделаю, знаете. Вот, заодно посмотрим, до какой степени можно довести тексатрупность. мягкая она, понимаете, почему? Потому что здесь процент 50 на 50 вот этого нашей композиции тексатрупной и акриловой мягкой краски. Поэтому захотелось добавить еще немножко порошка. вот тексатрупность. Ну, лучше не бывает, лучше и не нужно, точнее. вот оно. Вот это вот все должно остаться. Вы знаете, наверное, таким столбиком я оставлю на контрольном образце. Сейчас у нас конец ноября. Холодно. Сохнуть будет, наверное, долго. Дня два. Так. 30 миллиметров. 32, наверное. Итак, вот какая она. получается 32 миллиметра высоты в максимальной точке. Так вот. Прошло двое суток. Высохло. Сухое помещение. Оно еще, собственно, вчера высохло. Вот эта выкраска. Возможно, в глубине где-то и есть еще влага, но она выйдет в ближайшее время. Вот что получилось. Сейчас покрупнее покажу. замерим, что у нас осталось, собственно, в сухом остатке. Так вот, что у нас получилось. Как я ожидал, потеряла приблизительно 40% в объеме. Причем там, где наполнителя нет, в частности, диоксида кремния, там больше потеряла. Вот здесь, например, было 9-10 миллиметров высоты. Соответственно, осталось здесь ну, 5. 5 я вижу миллиметров толщины. Здесь было 15. Тут уже небольшое количество диоксида кремния. Здесь я вижу ровно 10 миллиметров. 10. Соответственно, 30% потеряно. Вот. Где-то вот здесь, вот я очень густую делал выкраску. Здесь много много диоксида кремния. Здесь при до 19 максимуме здесь осталось 16. Вижу. Сейчас на камеру попробую показать. 16, если не 17. То есть здесь совсем немного потеряло в объеме. Ну, может быть, процентов 20. Соответственно, чем больше диоксида кремния, тем меньше теряет форму. Теряет форму пропорционально. Вот здесь тоже примерно процентов 30 потеряно. Здесь было 32 в максимуме. Осталось 25. Приблизительно 25. Может 26. Тоже где-то плюс-минус 30% теряет. Соответственно, теряет пропорционально. Форма сохраняется. вот как была, так она и осталась. Только она немножко пропорционально сдулась, так сказать. Но абсолютно все те же формы остались. Сам клей прозрачный, почти прозрачный. Это на белом кажется немножко желтый цвет, но это здесь все-таки очень толстый слой. Соответственно, на живописи это не скажется. Ну, так действительно вряд ли кто-то будет оставлять чисто клей в таком виде на живописи. С добавлением диоксида кремния немножко мутнеет, как видите. Но это опять же мутность. В чистом виде в неокрашенном акрил вряд ли будет применяться. В окрашенном вот здесь, сколько мы там, 5-10% добавляли краски. Тут, конечно же, это не скажется ни в каком виде. Вот это легкая мутноватость. Вот. Главное, что это не белое. Здесь же насыщенность не теряется. Вот я сегодня, буквально с утра, тут, значит, внутри не высохло, проложил капельку, собственно, оранжевого акрила чистого, чистой оранжевой краски. Матовость та же, насыщенность та же. Вот здесь вот 20%. Ну, если видите, ну, может быть, чуть-чуть плотнее вот здесь, вот цвет, вот здесь, где один к одному, разницы практически нет. Вот. Так что, да, по прочности прочная, но такая мягковатая еще немножко. Вот здесь, вот тут пожестче, там, где больше этого, сейчас я разрежу, там, там, где больше, больше, больше диоксида кремния, там все это покрепче, где меньше, соответственно, немножко мягче будет. Но, повторюсь, можно, кому нужны действительно большие рельефы, барельефы, горельефы, скорее даже, можно назвать вот это уже горельеф, может быть, выступающие части из картины, можно брать не такой мягкий ВГТ клей, а помощнее вот этот момент, вот эти. Вот. А, кстати, я посмотрел на сайте, на актуальные цены, они не настолько и дороже, на маркете, ВГТ клей немножко дешевле, как оказалось, чем хороший клей момент. от Хенкеля. Так, вот, что у нас получилось, вот такая, мягкая, как резина, силикон. Вот с силиконом можно сравнить. Со временем, конечно, это немножко задубеет. Вот. Ну, здесь, повторюсь, тут очень толщина большая, не знаю, кому такая живопись будет нужна. Вот здесь, наверное, 14, вот в этом месте, тут потолще немножко. Так что, вполне можно пользоваться. Я человек не заинтересованный в акриле. Вы попробуйте на разных, на разных клеях. А, да, еще разницу почувствуете. Вот, акрил жесткий, это вот этот, Хенкель, монтаж, момент. А вот это у нас, ВГТ. То есть, намного мягче, как такой силикон. он еще в руках у меня погрелся, разогрелся, мягкий стал, намного более мягкий. Вот. А, о чем это говорит? В принципе, это хорошо. У него много пластификаторов, и у него большой задел на, чтобы, чтобы вводить какие-то наполнители. микрокальцит, диоксид кремния, что там сухое у нас, белило титановое, может, песок, кто-то работает, и все это будет, будет держаться хорошо. Вот. Вообще, акрил, вещь очень технологичная, так что, очень рекомендую к использованию вот такой вот вещи, не бойтесь. Акрил вообще показал себя очень хорошо. Ну, диоксид кремния, это абсолютно инертное вещество, оно никак не проявится в смесях вот этих, диоксиды кремния, не бойтесь абсолютно. А сам акрил, с 50-х годов его используют, за все эти десятилетия он себя показал только с лучшей стороны, он не трескается, не желтеет, не меняет цвет, что еще нужно нам для работы. Вот. Так что, очень рекомендую. Что еще хотел сказать? Да, я придумал, позже покажу, не буду показывать, в этом видео будет очень длинное, как хранить все-таки вот этот акриловый текстуратор не так, как я в середине видео показывал на фунтиках вот в этих, а намного более удобно. Отдельно покажу. Вот. Ну, а на сегодня все. Хорошего дня. Спасибо за внимание. Пишите. Субтитры сделал DimaTorzok